Я здесь не соглашусь с Хабибом. Интересы, наверное, другие стали, он же становится блогером. Я не считаю, что Слава там как-то кончился, износился. Слава хороший боец, просто знаешь. Я всегда говорю, что это не самое главное, куда-то уехать, особенно уехать в Дагестан. Друзья, всем привет, меня зовут Ярослав Степанов, а на экране перед вами Александр Шлеменко. Давненько Александра не было слышно, поэтому исправляем. Узнаем, когда он подерется в следующий раз. Это должно было случиться 17 июля на турнире РСС, а в качестве соперника планировался бывший коллега Шлеменко-Побелатор Рафаэль Карвальо. Ну и обсудим последний громкий бой в России в категории до 84 килограммов. Вячеслав Василевский против Давида Бархударяна. Что для Вячеслава пошло не так и закончился ли он как боец? Как и во всех интервью Шлеменко, тут все очень подробно и развернуто. У тебя со следующим боем, потому что все думали, что на турнире РСС он будет, но сейчас какие-то тоже... Ну да, но анонсировал же Николай Клименко, что турнир перенесся. Сейчас я пытаюсь у него выяснить, на какую дату он перенесся. Потому что, я так понял, турнир перенесся, но наш бой остается в силе. То есть, из Карвальо это интересное противостояние, согласись. И вот пока он мне не ответил, но он вроде бы где-то в отъезде, насколько я видел, там в Америке, по-моему, на ПФЛ он же был. Поэтому надо его вместе как-то спросить и сказать, Николай, на какую дату вы перенесли это противостояние? Потому что, на самом деле, от этого много зависит. Есть и другие предложения, но надо как-то смотреть, знаешь, как-то сформировать. Я, если честно, готовился, я был готов выступить 17 июля, я настраивался на эту дату. Но она отодвинулась, значит, чуть дольше, наверное, продлится подготовка. И все, не думая, что она слишком много, на пару лет перенеслась, я думаю, будет быстрее все. Тебя это не сбивает? Ну, то, что, типа, вот опять на неопределенный причем срок? То есть, ты не знаешь теперь, к какой дате тебе точно готовиться? Да вообще никак не сбивает. Мне надо готовиться просто быть в форме, причем нужно быть максимально в хорошей форме для того, чтобы, если что, и были возможности, чтобы тебе не так, знаешь, вдруг будет случайность в жизни. И тебе предложат где-нибудь что-нибудь с кем-нибудь интересное, а ты не готов. Поэтому я сейчас просто готовлюсь, набираюсь сил, готовлю Андрея, готовлю ребят. Все нормально, все идет так, как оно и должно быть. Понимаешь, значит, так должно быть. Перенес все, перенес все. Ты говоришь, есть какие-то альтернативы, но не знаешь, соглашаться или нет? Альтернативы есть. Ну, смотри, во-первых, есть альтернативы, но там пока-пока не очень хорошие условия. Во-вторых, есть еще варианты. Я говорю, нужно просто с Колей решить сейчас вопрос, потому что если перенес, это на какую дату? Потому что все-таки, ну, тут и соперник интересный на самом деле. Ну, вообще, просто интересно. Мне в Российске нравится выступать. Как организация, она мне нравится, да? И я не испытываю с ней каких-то сложностей с ними. Мне лично, не знаю, как с другим, но мне с ними легко работать. Так что так, поэтому у нас же есть, если ты знаешь, и свой промоушен. Я же могу и у себя выступить, если захочу. Так что, так что варианты есть, пойми. Сейчас прошел бой Вячеслава Василевского и Давида Бархударяна. И сейчас, кажется, появился 84 килограмма. Первый человек, который говорит, что не хочет драться со Шлеменко. Вот условно, если тебе предложили на выбор американца или Шлеменко, ты бы выбрал американца? Да, конечно. Почему? Ну, Александр Шлеменко тоже с Россией. И я к нему с уважением отношусь. И вы задаете провокационный вопрос второй раз. Хочу драться с американцем, а потом за титул. Красавец, что могу сказать? Как ты думаешь, почему Вячеслав Василевский проиграл? Я не знаю, видел ли ты этот бой, в принципе? Ну, потому что проигрывает всегда, видишь, план на бой. Вот в этот вечер Вячеслав, я думаю, выбрал неправильный план на бой. Я любого спрашиваю. Давид Бархударян. Видели его? Кто видел, тот скажет однозначно. Я спрошу, какая самая сильная сторона Давида Бархударяна? Скажи мне, вот ответь на это. Работа на руках, очевидно. Да. Что делал Слава Василевский, когда вышел в ринг против Давида Бархударяна в восьмиугольник? Работал с ним на руках. Ну и здесь, знаешь, что мы увидели? Классическое противостояние человека, который хочет победить другого человека в самой сильной его манере. Вот и все. Я думаю, это и произошло. Я не понимаю, почему. Знаешь, если бы в тот же бой РССИ вспомнить Вячеслава Василевского, то подравшись на руках, Слава очень хорошо воспользовался залеживанием в партере. Да, там хорошо переводил. Однозначно он был лучше в борьбе. И, знаешь, тяжело, наверное, найти людей, которые лучше Славы борются. Особенно это, если касается каких-то корпусных бросков с корпуса и так далее. Но в этом бою мы увидели бокс Славы Василевского. И однозначно бокс Давида Бархударяна лучше. И, знаешь, если у них даже будет реванш, как я вот посмотрел, Рамазан сказал, если Слава выберет опять такую же тактику и захочет помериться в боксе с Давидом, будет повторение истории. Вот поверь мне, будет повторение истории. Поэтому произошло это, потому что Слава решил побоксировать с Давидом. Вот и все. Как ты считаешь, Хабиб в свое время говорил про Конора, ну, в принципе, относительно недавно, что если, например, человек до какого-то уровня доходит, потом начинает проигрывать, это означает, что его пик прошел, и он, в принципе, уже не вернется на какой-то уровень. Это тяжело восстановить. Вот тот ли это случай, ну, сейчас Вячеслав Василевский, который вроде бы перезагрузил карьеру в Дагестане, и вроде бы первое же такое серьезное испытание, он, получается, ну, так закончилось для него. Значит ли это, что с карьерой тяжело? Нет, я здесь, знаешь, я здесь не соглашусь с Хабибом. Здесь разные ситуации. Я не спорю, да, бывает, ты теряешь ту искру, ты теряешь ту мотивацию, ты теряешь тот, можно сказать, кураж, самое главное кураж, на котором ты идешь. И тебе тяжело сконцентрироваться, тебе тяжело настраиваться и все. Тогда да. Но здесь нужно просто разобраться, что же там получилось на самом деле. Потому что, ну, смотри, опять же, перезагрузил карьеру двумя победами, да. Ну, первая победа нокаутом против... Гуськова. Да, Гуськова. Ну, я бы и не стал ее прям сильно так считать. Он же вышел на коротком уведомлении. То есть, ну, получилось, получилось. Там Слава красиво провел бой. Ну, вот с тем же Андраде, там бой получился, ну, неоднозначным. Я бы не сказал, что там так. Прям явно Слава там выглядел супер лучше. Однозначно. Андраде сильный соперник, однозначно. Но здесь, понимаешь, все, короче, в руках Славы. Если он захочет, конечно, он все сможет. Но у него-то жизнь усложняется. У него двое детей. В отличие от того, что было раньше, да, сейчас. У него, наверное, я думаю, больше каких-то жизненных проблем стало. Интересы, наверное, другие стали. Он же становится блогером, как он сам говорит. Там ведет эти всякие инстаграм. Поэтому проблемы возрастают. И надо их как-то решать. И не всегда это получается. А здесь, однозначно, я не считаю, что Слава там как-то кончился, износился. Или еще что-то. Слава хороший боец. Просто, знаешь, много бойцов, очень много бойцов, которые будут драться с Давидом Бархударяном в его манере. То есть, выйдут с ним побоксировать. Ну, за это очень сильно поплатятся. Вот и все. Понимаешь, больше-то нечего сказать. И все. Я, например, не видел Давида в других аспектах. Пока у него все складывается очень хорошо. К нему приходят бойцы и начинают с ним боксировать. А ему только это и надо. И он делает свое дело. Красавец. Я просто еще вот про перезагрузку Василевского имел в виду, что он начал вроде бы тренироваться так, как ему говорили тренироваться. Ну, типа, что вот, не знаю, уехать из Нижнего Новгорода, что-то начать делать, сборы, в общем, какие-то более структурные для себя подбирать. И вот он вроде бы осел в Дагестане. Ну, вот вроде бы мы все и поняли, что это не самое главное. Я всегда говорил, что это не самое главное куда-то уехать, особенно уехать в Дагестан или там еще куда-то. И надо обязательно куда-то уехать. Как еще у нас любят говорить, сменить эту точку, зону какую-то комфорта они там меняют, еще что-то делают. Ну, да можно так всю жизнь менять, менять, менять и так и не наменяться. Пойми. Поэтому тут, я думаю, в Дагестане главный плюс у Славы, то, что у него, наверное, спарринг-партнеры появились, более высокого уровня и более профессиональные. Но это однозначно, с этим никто не поспорит. Так, ну, не знаю, говорю еще раз, у него все отлично. Он набирает, да, я вижу, он там красавец двигается. Но, опять же, блин, зачем боксировать с человеком, у которого бокс на первом месте? Мне не понять. Это то же самое, что, знаешь, я же еще раз говорю, сейчас многих поставь побоксировать с Давидом Бархударяном. Даже тот же Мага. Если бы Мага начал боксировать с Сашей Емельяненко, чисто боксировал, ну, неизвестно, как бы это все там закончилось. Да, сейчас могут на меня налететь хейтеры, да, он и так там попадал, да, однозначно. Ну, и при этом переводил хорошо. И в партере пользовался этим, мы это все видели. Вот и все. Ты когда сказал, кстати, про смену зоны комфорта, я так понял, что ты же недавно вроде бы даже летал на сборы в Армению, да, если не ошибаюсь? Да, я так вернулся. Просто, знаешь, я понял лично для меня то, что мне нужно. То, что мне нужно было пройти именно, как это называется правильно, высокогорную подготовку и так далее. Там база находится, там советская база, которая была построена еще в 1667 году. Ну, основной, да, объект. Конечно, там у них реновацию они потерпели и так далее. Но факт остается фактом. Построена она была в 1667 году к подготовке наших советских спортсменов к Олимпиаде в Мехико. На двух тысячах она находится. И вот мне было интересно на себе, знаешь, попробовать потренироваться. Что же, и сейчас я вот как раз уже неделю в городе Омске нахожусь и после поездки. Ну, и смотрю, что же у меня изменилось, как же я себя чувствую. А с кем ты там тренировался? С Андреем Корешковым и еще с двумя своими ребятами. А, то есть ты не к кому-то ездил, а вы просто вот приехали? Нет. Нет, мы продолжаем двигаться своей вот этой темой, понимаешь. То есть мы, если мы едем, то мы едем в конкретное место. Поэтому и тем более главная цель наша, главная цель-то наша была какая? Пройти горную подготовку. То есть функциональный тренинг. Мы функционально и занимались. Видео для вас подготовил Ярослав Степанов, а еще больше моих роликов можно найти на канале Спорт24. Рекомендую подписаться везде, чтобы точно ничего не пропустить. Всем счастливо!